Это программа «День с толком». Здравствуйте! В студии Ирина Корчагина. Смотрите в этом выпуске. Четыре года за решеткой. Я надеялся, что будет законно. Судья не стал смягчать приговор Романа Тюленеву. Неспортивные страсти. Вообще подвал – это не песочница. В Барнаульском многоэтажке разгорелся скандал из-за спортзала. Отдохнули и за работу. Ну можно пошли здесь сразу встать. Куда вы в кучу зарезаете? Барнаульская «Динамо» приступила к тренировкам после отпуска. Пощады не будет. Алтайский краевой суд оставил без изменений приговор руководителя микрофинансовой организации «Сибирская народная казна» Романа Тюленеву. В апреле Октябрьский районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве, присвоении квартир пяти пожилых женщин и назначил реальный тюремный срок. Апелляция Тюленева не привела к пересмотру дела. О жертвах мошенникам рассказывали несколько лет. Схема обмана у всех одна. Старики шли за кредитом в микрофинансовую организацию, оформляли займ и под видом договора залога подписывали договор купли-продажи квартиры. По словам потерпевших, сотрудники фирмы уверяли их, что документ формален. В итоге на момент суда Галина Макарова уже год как скиталась, а Антонина Веснина год жила не в своей по документам квартире. И прогнать ее грозили со дня на день. Сам Тюленев вел себя в суде развязанно и до конца не верил в свою безнаказанность. Вы пришли без вещей. Совсем не думали о том, что... Я надеялся, что будет законно решение суда. Четыре. Главное, четыре не десять. Четыре не десять? Конечно. Так мужчина отшутился о величине срока. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Подвербевшие сейчас возвращают свое жилье обратно в собственность. И по мнению адвокатов, такое судебное решение создало прецедент во всех делах микрофинансовых организациях. Спортивный скандал в пределах двора. В одном из барнаульских домов жители построили в подвале тренажерный зал. Только тяга к здоровому образу жизни оказалась близка не всем. Кому-то мешал шум, а кто-то против использования помещения не по назначению. Договориться, к сожалению, не удалось. О войне собственников за подвал расскажет Андрей Дрейер. Анастасия – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Сейчас кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. Она одна из тех, кто оборудовал тренажерный зал в подвале дома на Малахова, 44. Я вам скажу честно, что я занималась в разных залах. В том числе сейчас тренируюсь в Федерации Алтайского края по тяжелой атлетике. У нас помост там хуже. И этот зал давал возможность мне, другим жителям, детям приобщаться к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни одних мешал другим. Поэтому появились жители, которые стали выступать против тренажерного зала в подвале дома. Почти в один голос они говорят – спорт, конечно, хорошо, но… Все их железяки, как они кидают там, не знаю, что снаряды, и они когда падают, у нас аж все содрогается. И мы все это слышим. Также активно против тренажерного зала выступает председатель товарищества собственников недвижимости и члены правления. Только они, судя по словам председателя, уже исходят из соображений порядка и безопасности. Нет реестров, бюллетеней голосования, нет проекта согласованного с различными инстанциями, инспектирующими органами. Вообще подвал – это то, это не песочница, это то место, где сосредоточено все основное инженерное оборудование. В подвале побывали эксперты из жилинспекции и выписали предостережение, в котором говорится не о закрытии зала, а о том, чтобы из помещения убрались строительные материалы и устранили нарушения. Например, изолировали проводку. Кстати, бывший председатель товарищества собственников тоже был одним из организаторов спортзала. Он уверен – любители спорта легко могли бы устранить неполадки. Были какие-то претензии по проводке, по… ну, те вещи, которые, в принципе, остались у застройщика. Опять же, все эти вещи можно было легко устранить и абсолютно легко, пережил инспекцию, представить спортзал в хорошем свете. Несмотря на это, попасть в зал те, кто его оборудовал, не могут. Этому препятствует нынешнее правление ТСН. Хотя, по словам юриста, к которому мы обратились, закрывать зал не было причиной. И более того, для его существования даже не нужно кипы документов, о которых говорят те, кто против зала. И самое главное, наверное, это является необходимость проведения общего собрания, в котором бы данное помещение было либо реконструировано, то есть проведен какой-то текущий ремонт по решению 51% собственников для пользования собственников данного дома. То есть, например, в виде спортивного зала была бы сделана реконструкция. Получается, чтобы спортзал функционировал, нужно согласие большинства собственников. А вот смогут ли они договориться? Вопрос пока открытый. Андрей Дригер, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае не хватает терапевтов. Сейчас вакантно 200 мест. По примерным подсчетам, 50 из них будет закрыто уже к осени, когда на работу приедут молодые врачи, которые по тем или иным причинам не пошли в интернатуру. Сегодня в медицинском вузе, кстати, вручали дипломы. Докторами с этого дня себя могут назвать почти 400 выпускников АГМУ. 60% из них продолжат обучение по узкой специальности, остальные уже смогут выйти на работу. Кстати, среди последних не только целевики, которые обязаны по договору отработать 5 лет в районах края, но и те, кто по своему желанию отправится в поликлиники региона. И сельские, и городские. Большая, скажем так, потребность действительно в крупных городах. И здесь не только Барнаул, это и Бийск, и Рубцовск, и Славгород, и Камень, и Аллея, и Заринск. Планируем, что в течение 3-4 лет мы заместим эту как таковую потребность, обеспечив граждан нашим врачами. Работать терапевтом можно сразу после выпуска. Такое решение ввели 3 года назад. И если сначала выпускники приняли это в штыки, то сейчас, по мнению министра, молодые врачи начинают понимать пользу такой возможности. В частности, то, что за время работы терапевтом врач получит широкие базовые навыки. Но среди выпускников есть и другое мнение. Уходят в терапевты из-за нехватки бюджетных мест в ординатуру. Как нам стало известно из проверенных источников, информатор пожелал остаться инкогнито. Иногда статистику по распределению терапевтов закрывают интересными решениями. Нам написал молодой человек, медик по образованию. Он уже несколько лет работает в Барнауле, женат, имеет маленькую дочь. Его супруги сегодня вручили диплом, и молодого врача направляют работать в отдаленный район края. Несмотря на семейное положение, трудоустройство мужа и барнаульскую прописку. При этом молодой человек подчеркнул, что условия проживания в муниципалитете им неизвестны до сих пор. Памятные подарки и дипломы сегодня вручили самым выдающимся выпускникам политехнического вуза. С ними встретился ректор учебного заведения. На мероприятие из 400 выпускников-отличников приглашены только 40. Это лучшие из лучших. Обладатели губернаторской и президентской стипендии. Авторы научных статей, изобретений. Призеры международных и всероссийских конкурсов. В списке самых-самых Анастасия Шлеина, выпускница факультета химии. За 4 года учебы в ее копилке десятки наград и около 40 научных публикаций. За заслуги в учебе девушка и получает сегодня благодарственный диплом из рук самого ректора. «Разбирать то, как происходят химические превращения и, можно сказать, участвовать в этом, создавая что-то новое или исследуя, это достаточно занимательно». «Кем ты будешь? Кем работать?» «Хочу устроиться по профессии. Получается специальность химик-технолог. Все, что связано с химическим производством». Кстати, подобные почетные награды помогут выпускникам в трудоустройстве. Ведь работодатели отслеживают самых успешных и талантливых студентов, рассказал ректор политехнического вуза Андрей Маркин. А в Барнауле в очередной раз присоединятся к Всемирному уличному кинофестивалю. Зрители более тысячи городов смотрят и будут смотреть короткометражные фильмы молодых режиссеров под открытым небом. Немного истории. В 2014 году команда инициативных ребят из Владивостока решила создать по-настоящему народный кинофестиваль. Минимум закрытых площадок, никаких билетов и почетного жюри. В каждом городе зрители будут голосовать за лучшие работы светом фонариков и телефонов. Организаторы замеряют уровень света на каждой площадке и к сентябрю определяют режиссеров-победителей. В Барнауле конкурсная программа «Под открытым небом» начнется 29 июня в 20.00 в парке «Барнаульская крепость». Вот лишь несколько названий краткометражек «Болванка», «Подстава» и «День рождения». Будет и вне конкурсный показ в кинотеатре «Премьера». Известно, что фестиваль уличного кино сегодня проходит в Кемерово, а 1 июля переместится в Улан-Де и Анапу. В Молодежном театре Алтая подходит к завершению творческая лаборатория. Меньше чем за неделю выпускники МХАТа поставили в Барнауле шесть спектаклей. Один из них в новом сезоне мы сможем увидеть в репертуаре. Подробнее далее. Сейчас с мастер-классом выступает Виктор Рыжаков, профессор школы-студии Московского художественного академического театра. Он говорит о театре настоящего, будущего и его предназначении. Скоро молодые московские режиссеры, которых он привез на творческую лабораторию, уедут из Барнаула, но вернутся меньше, чем через месяц. В ДК «Горда» 17 и 18 июля покажут спектакли «Чушь» по рассказам Виктора Астафьева и «Оттепель» Александра Володина. 23 числа в большом празднике, форуме, шукшинском фестивале примут участие эти молодые студенты, чтобы сделать этот праздник еще счастливым. Для нас большая честь, что мы можем принять участие в таком празднике. Сегодня лаборатория новой режиссуры и современной драматургии для молодежи завершает свою работу. Последний эскиз спектакля проекта «Мой папа Питер Пен» покажут в 9 вечера. После зрителей ждет обсуждение и анкетирование. Именно они сегодня решат, какой спектакль станет лучшим. Экспертами в этом вопросе должны стать зрители. Первое дело, мы предлагаем им целый веер современных, новых, горячих пирожки пьес. И экспертами, то есть людьми, которые решают, что из этих пьес имеет шанс войти в историю, становятся эксперты, становятся зрители. Всего на суд зрителей представили шесть историй про подростков, в основе которых пьесы молодых драматургов. Они говорят о таких проблемах переходного возраста, которые раньше никто не поднимал. И вот эта лаборатория, эта задача найти нашего настоящего зрителя, наших подростков, нашу молодежь, привлечь в театр, говорить с ними, устроить диалог, это необходимо. Но в лаборатории участвовали и взрослые. Каждый сумел найти себя в историях молодых режиссеров МХАТа. А те, кто подзабыл, каково быть подростком, смогли вспомнить, что это очень непросто. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаульская «Динамо» объявила о ближайших планах. Сейчас игроки вернулись из отпуска и приступили к тренировкам. После перерыва команда недосчиталась нескольких футболистов. Возможно, заключит контракты с новыми. Подробности из «Стана синие-белых» знает Кирилл Политов. Ну можно пошли здесь сразу встать. Куда вы в кучу все резете? Опять за старое начинаем. Александр Суровцев проводит тренировку в качестве главного тренера уже без приставки исполняющей обязанности. Не так давно вернулся из Москвы, где проходил обучение. Теперь теоретические знания реализует на практике. Сейчас у команды в межсезонье самое время для работы. Настроение хорошее, в принципе, такое рабочее. Ну и единственное, в плане психологической или какой-то такой подготовки, ну, когда неизвестно, что, какая зона, какие игры, как, неизвестно, к чему готовишься. Ну, мы так же, как каждый год, готовимся уже просто к началу августа, ну, конец июля. Знаем, что там где-то будут игры, и к ним, наверное, тренерский штаб выстраивает подготовку. Отдыхали 20 дней, набирались сил, эмоций. Лишних килограммов, как это часто бывает, никто не прибавил. Наоборот, уверяет тренерский штаб, есть игроки, которым удалось даже похудеть. Отсюда одной проблемой меньше. Упор на занятиях сейчас идет на тактику, один раз в день, это пока. Со следующей недели добавят еще одну тренировку. Над выносливостью работали зимой и весной. Именно тогда, как здесь говорят, была заложена база. Комплектование, конечно, сейчас состава, это самое такое основное. Все-таки, пока, откровенно говоря, мы доигрывали, наверное, у нас 12 человек было, наверное, в сезон. Как вы помните, что, когда выпало ряд игроков, то про провальный матч, конечно, это хотелось бы иметь, чтобы на каждой позиции была конкуренция. Но это в идеале, конечно. Отсюда «Динамо» рассчитывает на пополнение, подключит резерв. Плюс в стан, скорее всего, вернутся воспитанники клуба. Уже точно известно, что подпись под контрактом поставил Александр Худяков. Возможно, к нему присоединятся Евгений Щербаков и Никита Казанцев. С кем пойдет в бой Александр Суровцев, станет, понятно, ближе к августу. Именно на это время запланирован старт нового сезона. Покажи тренировки и товарищеские встречи. Так, 1 июля «Сине-белые» померятся силами с клубом под названием «Новосибирск», который заменил Сибирь из того же города. Правда, матч запланирован не на родной арене «Динамо», а на стадионе «Лабиринт». Там, говорят, поле ровнее. Перед гостями не стыдно будет. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Алтайским производителям гирифордов предлагают выгодное сотрудничество. Челябинский племзавод лучше в России планирует зайти на рынок края. Об этом стало известно на Дне поля, где говорили о развитии этой мясной породы на Алтае. За 17 лет Калининская агрофирма вывела генофонд, который Национальная ассоциация заводчиков называет уникальным. Эти гирифорды родом с Канады, но в Челябинске им комфортно. Климат схож, как и на Алтае. Климатические условия абсолютно одинаковые с нами. Может быть, только что вопрос по разнотравию намного богаче. А что не мешает, а наоборот, только даст возможность еще укреплять позиции произведения гирифордов. А это и качество мяса, которое мы получаем в конечном итоге. Все это позволит здесь создать именно тот интерес, ту базу, которая послужит бизнес-проектом для многих хозяйств, которые заинтересуются в этом плане. За несколько лет усилиями отечественных селекционеров компактный гирифорд с канадскими корнями преобразовался в укрупненный тип с высоким вытянутым туловищем. Еще одна черта животных, выведенных на племзаводе – генетическая комолость. Кроме того, мясо этих гирифордов, в отличие от других мясных пород КРС, обладает высокой плотностью, оно отвечает мировым стандартам качества и мраморности. Кстати, выход мяса – 60% от туши животного. Совершенствовать породу и дальше племзавод планирует совместно с алтайскими животноводами. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Валар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире.